Как только закончились новогодние каникулы, посетители Матищинского центра социального обслуживания взялись за палки. Те пенсионерки, которые идут вслед за тренером, увлекаются скандинавской ходьбой не первый год. Колонну замыкают новички. Им еще предстоит в полной мере оценить преимущество этого вида физической активности. Наиболее, наверное, это доступный вид двигательной активности, люди, которые смотивированы передвигаться. А палочки, они способствуют, во-первых, общему развитию и также более комфортному передвижению для людей особо пожилого возраста. С каждым годом скандинавская ходьба становится все более популярной среди пожилых матищинцев. Если поначалу взять в руки палки отваживались едва 10 человек, то сегодня от желающих сделать это нет отбоя. У каждой группы свой маршрут. Одни прогуливаются по центральному парку, другие совершают прогулки до памятника императору Николаю II. Есть определенная разница в функциональном состоянии посетителей. Есть у нас, которые возраст 80+, есть, которые более молодые пенсионеры. Ну и, соответственно, для них и подбирается формат занятий. Несколько лет назад к одной из групп в прямом смысле слова примкнула Лидия Ивановна Янсон. Случайно на дороге встретила я группу, которые шли, занимались скандинавской ходьбой. Галина Павловна была преподаватель. Я спросила у них разрешение. Они говорят, с удовольствием, с радостью мы принимаем вас. Из 2005 или 2004 года, не буду брать, я с тех пор хожу в кружок этот. Сегодня пенсионерка не представляет свою жизнь без регулярных тренировок. А мы здесь как дома, понимаете, нам общение надо, это одно. Второе, приятные взгляды ихние, доброжелательность их, отношение порядочное к нам, внимание. Это очень нас вдохновляет. А что нам еще надо? Три километра быстрым шагом и физзарядка трижды в неделю не проблема и для 82-летней Татьяны Семеновны Трифиловой. Не хочу дома сидеть-то. И вот я все хожу. Мне уже 82 года. Я все гуляю, все хожу. Я даже в больнице не бывала, не знаю, когда больница, где больница находится. Даже понять не имею. Так это здорово. Регулярные тренировки, говорит пенсионерка, помогают ей быть в форме. Умеренные нагрузки, такие как ходьба и нехитрые упражнения с палками, необходимы даже в почетном возрасте, вторит ей специалист. И здесь пожилые мытищенцы их получают. Здесь проходит занятие, где включается комплекс общеукрепляющий, комплекс для развития и функционирования суставов, сухожилий. Это то, что наиболее важно. Бодрости и хорошему настроению этих пожилых мытищенцев позавидуют многие молодые люди. А рецепт оказывается прост. Постоянная физическая активность. Надежда Звягинцева, Денис Петров. Информационная программа День.